Сегодня будущие абитуриенты хотят знать о желаемой специальности буквально все, от преподавательского состава до перспектив профессии. На один день ученики 11 классов смогли окунуться в студенческую жизнь. Ведь в этот раз День открытых дверей в Брестском техническом университете, который проводится два раза в год, отошел от привычного формата. В этот раз мы ушли от формата такого классического проведения Дней открытых дверей, то есть когда все собираются в актовом зале, выступают ректор, выступают деканы, выступают представители приемной комиссии, центра тестирования. Эти люди все находятся в зале, ничего не поменялось. Но формат сегодняшнего собрания это такой диалог. То есть есть возможность подойти к любому интересующему тебя специалисту, обсудить с ним вопросы, конкретно вопросы, которые интересуют именно тебя. У нас будут действовать, все так же будут действовать форматы экскурсии. То есть в зависимости от того, какой профиль специальности выбирает будущий абитуриент, он включается в группу, которая идет по лабораториям нашего университета. Строительное, программирование, водоснабжение, теплогазоснабжение. И вот эти паровозики, если так их можно назвать, экскурсии проходят по нашим лабораториям. По традиции диалог с будущими абитуриентами начал ректор университета. Александр Драгон заверил, сегодняшние школьники смогут найти ответы на все волнующие вопросы и окончательно определиться с выбором. Здесь все открыты для общения. У нас есть что показать, у нас есть чем гордиться. Кроме всего прочего, у нас есть много планов по поводу расширения возможностей для будущего образования вас, для того, чтобы вы сделали свой правильный выбор, нашли то направление, в котором вам будет наиболее комфортно, наиболее интересно и перспективно, для того, чтобы вы могли стать настоящим специалистом. У нас есть для этого все возможности и главное желание. Конечно, на лицах гостей университета считалось с тревогом, но поддержать многих пришли родственники, которые тщательно фиксировали все советы преподавателей и не упускали возможности поделиться своим жизненным опытом. Какую профессию и специальность уже выбрали? Специальность на экономический факультет, специальности точно не определились. Получается, скорее всего, что-то с логистикой или управлением электронного бизнеса. А почему такой выбор? Ну, потому что у меня мама работает в банке и хочется связать свою судьбу с экономикой. Бабушку жаль, как поддержка? Бабушку, да. А бабушка чем может помочь? Ну, бабушка будет стараться финансово помогать. Это в первую очередь. Ну, и поддерживать морально, естественно. Ну, вы знаете, как сейчас студентам. Все надо, начиная с ручки и конспектов всяких там, чтобы записать. В этом году абитуриентов ждет еще одно новшество. Во время осенних каникул они смогут побывать на занятиях со студентами университета. Так сказать, прочувствовать высшее образование на себе. Кроме того, на днях было создано приложение под названием «Бот-абитуриент», которое значительно облегчит жизнь абитуриента. Данный «Бот» предназначен для того, чтобы информировать наших будущих студентов, так сказать, наших абитуриентов о важных мероприятиях нашего университета, о достоинствах нашего университета. Будет идти активная рассылка, побуждение к действию, сделать правильный выбор в поступлении. Также благодаря приложению можно задать вопрос напрямую определенному преподавателю университета. Для этого достаточно зайти на сайт Брестского технического университета, перейти по ссылке на «Бот». Вы окажетесь в группе «Вайбер» и сможете отправить текстовое сообщение с вопросом. И будьте уверены, ответ не заставит себя ждать. Мирослава Коваленко, Павел Малошонок, телекомпания «Бук-ТВ».